Приветствую вас, анонимы. Есть два момента в вашей ситуации, которые выглядят несколько, знаете, важными значимыми, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, то, что вам, как маме, сделать не нужно ничего, потому что вы ничего сделать не можете, как мама, потому что это вопрос, который ребенок проживает, это момент, который ребенок проживает с взрослым своего пола, то есть с мужчиной. Мужчина, мужчина, не все женщины. Потому что как женщина вам, как женщине вам, в этом смысле, ребенка своего, скорее всего, не понять. Не потому что вы его не любите, не потому что вы, там, о нем не заботитесь и так далее, нет. А просто потому что вам это чудо, и решить этот момент вы не можете. И это абсолютно нормально. То, что вы не можете этот момент решить, потому что вы женщина. Я не знаю ни одного случая в современной, скажем так, истории. Когда разговоры с преподавателями решали какие-то проблемы. Потому что по-настоящему серьезные, серьезные, значимые проблемы не в учителях, а между учениками. Между учениками. И работать нужно с тем, как они взаимодействуют. А не контроль, который вы, по сути, ну, продвигаете, что ли, когда разговариваете с учителем. Вот. Дети живут в одном мире, хочется нам того или нет. А взрослые живут в другом мире, хочется нам того или нет. Поэтому здесь необходимо пытаться не защитить ребенка от того, что происходит посредством контроля со стороны учителей. Это самый деструктивный вариант, который может быть. А научить ребенка реагировать. Реагировать адекватно, нетравматично. А сделать это может только взрослый его пола. Это первое. Второе. А если ситуация постарается, то есть если в детском садике было такое же, и в школе происходит такое же. Значит, что-то в его поведении вызывает у окружающих его детей, детей, желание его травить. Соответственно, этому чему-то в своем поведении он научился у вас. А значит, вы, сами того не осознавая и не желая, транслируете ему эту мысль, транслируете ему эту идею. И получается, что ребенок взял, условно говоря, что-то из вашей, собственно, нерешенной проблемы, отголоски, который вы транслируете сейчас ему. Сами того, повторюсь, не желая. И наша задача, эту проблему вашу, которая есть у вас, найти, научить вас ее решать. Это процесс не быстрый, поэтому, ну, начинать иметь смысл как можно быстрее. Быстрее у вас время до, в принципе, до начала такого, я бы сказал, подросткового возраста ребенка. Вот, когда он будет, когда он будет, ну, подростком, будет сложнее оказать какое-то корректирующее воздействие на человека. Вот, и, соответственно, соответственно, таким образом вы сможете ему оказать поддержку и помощь. Но, повторюсь, это возможно только если вы будете действовать примерно вот в таком ключе. Любой другой способ, любой другой механизм, любой другой, ну, как сказать, любой другой подход к ситуации, скорее всего будет приводить к обратному результату, к обратному эффекту, вот, к сожалению, так бывает чаще всего. Поэтому, да, возможно, вот, то, что я вам сейчас говорю, это не самое приятное, вот, возможно, то, что я вам сейчас пытаюсь сказать, это несколько более хлопотно, чем вы, например, предполагали, вот, но это, тем не менее, наиболее конструктивный и, по моему мнению, самый реальный, единственный реальный способ помочь вашему ребенку, если вы действительно, если вы правда хотите, хотите ему помочь. Я верю, что вы хотите ему помочь, я просто думаю, что вы завершаете, ну, классическую ошибку родителей, которые думают, думают, что проблема ребенка, это проблема ребенка, это отражение, так или иначе отражение ваших проблем. И основная задача, как бы, найти вашу проблему, которая влияет на поведение, поведение ребенка. Потому что ребенок, ну, это, по большому счету, губка, которая впитывает то, что вы, то, что вы, ну, ему транслируете волей, волей или не волей, желая этого этого или нет, ну, как бы, вот так, вот. Поэтому ответ вам будет такой. Если у вас есть желание, например, со мной, допустим, ну, поспорить, если у вас есть желание со мной не согласиться, то это нормально. Печально, но нормально. То есть, как бы, я к этому готов. Но, пожалуйста, не торопитесь высказывать возражения, да, постарайтесь обратить внутрь себя то, что я говорю, прежде чем возражать, вот, и подумайте, а что бы из этого вы могли бы, например, ну, для себя взять? Что бы из этого вы могли бы для себя использовать? Вот, и уже после этого, я думаю, вы, вы можете дать обратную связь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.